Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Марина Прудникова, мастер по сутажной технике. Привет, Марина! Привет! Расскажи немного о себе. Откуда ты? Ой, я вообще с острова Сахалина, так что это далековато. Это возле Японии находится. Чем знаменит остров? Ой, он знаменит икрой, и красной рыбой, которая всегда и постоянно только там. Хорошо. Как давно ты живешь в Австралии? Где-то лет 17-18. О, немаленький срок. Как ты решила переехать именно сюда? Я закончила юридических два последних класса, и мои родители решили, чтобы я была хорошим юристом. Ну да, хорошим юристом я должна знать английский язык, и поэтому меня они решили отправить в Австралию, чтобы я его подучила. Получается, что из первых студентов вообще из России была я и еще один мальчик с Владивостока. Потрясающе. Так что мы открыли первых русских студентов, первооткрывателей. Чудесно. Ты сегодня пришла со своими изделиями. Вот они у нас тут на столе лежат, давайте посмотрим. Расскажи, а что привело тебя к творчеству? Вроде юрист, и тут сразу раз. Ну, я вообще никогда не хотела быть юристом. Это родительская идея была, поэтому я и не стала до конца учиться. Мой муж тоже хотел, чтобы я стала косметологом. Я отучилась, стала косметологом, но всегда с самого детства я ходила на все кружки, которые у нас были рядом с домом. Это было и рисование, и вышивание, и вязание. И вообще все, что там были, я ходила каждый день по разным кружкам. Поэтому, наверное, мои вот такие вот способности научили меня делать вот такие вещи. Разносторонне развитый человек. Ну, стараюсь. Это очень хорошо. Расскажи, пожалуйста, поподробнее о технике, в которой ты работаешь. Я работаю в сутажной технике, и ко мне она попала буквально случайным образом, потому что два года назад все вот как сумасшедшие стали, вот интернет, интернет. И я как-то стала смотреть, что сейчас модно, к чему люди относятся, и нашла буквально у кутюр очень красивый сутажный пояс, от которого я с ума сошла, я хотела его повторить. И стала набирать, смотреть, что это такое, и мне попался человек, полячка, я вот не помню точное имя, и у нее был сутажный браслет вот в таком же где-то стиле. И мне он настолько тоже понравился, я говорю, а ну-ка я за ней повторю, и стала повторять, и вот получилась вот такая вот вещица первая, такой вот браслетик. И я как-то этим вот зажглась, и стала все больше и больше вдаваться в это, и вот у меня получилось, я влюбилась в это дело и занимаюсь вот сутажом. Вот тут лежат какие-то нитки, это как раз и называется сутаж? Да, это сутажные нитки, и они бывают разного производства, разного вида. Есть матовые нитки, они выглядят вот так, и в основном их выпускает Греция и Турция. Есть золотые нитки, это искусственные, при неправильном попадании в нитку она рвется сразу же, и ее делает Китай и Беларусь. Есть шелковые нитки, их делает тоже Белорусский завод, и почему они шелковые? Потому что они дают вот этот вот такой глянец, наверное, украшением красивый. Вот я как говорю, что они все разные, и с ними работать, конечно, также по-разному можно. И когда их соединяешь, а соединяет их буквально вот таким вот образом, сейчас могу показать, и как бы ты ни сложил их, в какой бы форме ты их ни сложил, я всегда беру по три для начального, и когда ты уже их сочетаешь для бусинки, ты смотришь, как они смотрятся. Ты уже подбираешь под них камушек, и у тебя уже получается своя история уже будущего колье или чего-то, чего-то ты задумал. Но опять же это зависит от камушка. И вот когда ты уже начинаешь, это буквально получается вот такая вот. Это вот такой лепесточек, это от цветочка можно сделать. Здорово. То есть с утажными нитками выполняется оправа и узор для камней или каких-то еще украшений? Полностью, да. А что обычно вставляют? Какие камни или... Я сейчас покупаю большие камни, до этого использовала в основном бусинки, вот можно посмотреть на воротничке. Это обыкновенные бусинки простые, но они также дают глянец украшению. Но больше всего я люблю делать из красивых больших камней, из агата, из малахита. У меня сейчас много лежит украшений, которые я прячу до показа. Вот. И на вот показе я буду показывать свои украшения, которые никто еще не видел. Это сюрприз ждет. Понятно. Так. А как ты придумываешь дизайн? Дизайн на самом деле очень просто. Все зависит от ниток и камней, которые у меня в этот момент находятся. Я, например, сижу за столом, беру розовый цвет и вижу, что у меня агат розового цвета. Я прислоняю, пришиваю камень. Камень сначала вышивается бисером. Называется это уже оправка для камня и называется кабошон. Кабошон это тот камень, который любого размера может быть и 30 миллиметров, и 50. И вот буквально сутажная нитка, она его обвивает и делает уже вид камня. Тут вы можете посмотреть на таком вот. Это маленькие, правда, камушки. Но выглядит буквально в таком вот виде. Очень красиво смотрится. Вот это все зависит буквально от сутажных ниток и от тех камней, что у тебя есть. И вот у тебя должна, я не знаю, это, наверное, фантазия твоя как бы. От человека тоже многое зависит. Это точно. Скажи, а сколько примерно времени занимает изготовление одной работы? Ой. Не очень большой. К примеру, вот такое колье, как на мне, если только делать буквально узор, вот такой вот, у меня от 305 дней уходит, потому что я делаю это ночью. Я не, нет буквально времени делать днем, потому что я мама трех деток, время все на них уходит. Но вот такое вот 3-5 дней. Но чтобы сделать вот такую вот к нему штучку, она полностью из бисера. И у меня занимает иногда недели две. То есть иногда от одной до трех недель полностью, чтобы сделать украшение. От одной до трех недель. В принципе, это довольно объемный труд. Объемный. Потому что там есть правильность, если ты иголкой не попадешь в нитку, нитка рвется. И у нее бывают ворсинки, и их убрать просто нереально будет. Они будут видны на самом сутажа. Расскажи, пожалуйста, о проекте «Показ мод Мастера Маргарита Мэйнсдо». Что это за мероприятие? Мэйнсдо Мастера Маргарита – это придуманное название с французского языка «рукодельница». Мэйнсдо – это переводится с французского языка «рукодельница». Это была моя идея названия этого, потому что Мэйнсдо – «рукодельница», так же, как к сутажу. Сутаж сам по себе будет тоже из французских слов. И был он «сутаж» звучал, хотя его сделала Екатерина вторая. И он был при ней, на ее платье, и он называется «French Russian Bridal». Поэтому у нас идея появилась назвать имена «Мэйнсдюор». Хорошо. А откуда возникла идея вообще создать этот показ мод? Что в него входит? Окей. Об истоках. Рассказываю. Произошло это так. Я ходила на некоторые мероприятия здесь. И ты знаешь, мне кое-что не понравилось в них, когда дело доходило до призов, и наших рукодельниц откладывали на второй план. Говорили, да, спасибо за призы и до свидания. И у меня возникла такая идея, почему бы те девушки, которые делают эти призы, приносят, как бы для них сделать праздник. И я поговорила со своими подружками. И я говорю, слушайте, у меня вот такая идея, если я ее сделаю, вы меня поддержите? Они согласились, говорят, давай. Мы хотим посмотреть, что такое будет. Я не могла это описать словами никому. И вот когда я начала этот проект, все уже сказали, о, мы понимаем, о чем идет речь. И так как бы идет реальный показ рукодельниц, что они могут, и показать действительно то, что они делают. Чтобы это выглядело очень красиво, я сделала его как фэшн-шоу. И мне будет очень приятно, если, например, девочки, которые непрофессионально даже делают фотографии, они увидели свои именно творения на настоящем показе, на настоящих моделях. Идея замечательная. Скажи, а как ты нашла участников и тех, кто тебе помогает? Тебе ведь кто-то помогает? Да, мне помогают девочки. Но в основном это все мои знакомые, все мои подруги, которые знают, что если я попрошу, они мне могут помочь. И если они меня попросят, я всегда помогу. Поэтому, когда был разговор как бы начать и как бы это сделать, я с ними договорилась. Поэтому, когда легко так вышло, что у нас вышел not profit organization, а именно valentiers. Поэтому должно хорошо получиться. Очень на это надеюсь. Скажи, пожалуйста, немного поподробнее об участниках. Может быть, мы посмотрим как раз видео? Да, можно посмотреть как раз видео про участниц. Первый у нас Алена Харьков. Это стилист имиджмейкер. У нее будут свадебные платья, вечерние платья. Виктория Конош. Она у нас дизайнер по одежде, и она будет предоставлять одежду, которая может превращаться с платья даже в комбинезоны. Интересно как. Ирина Хэйре, она у вас была здесь. Она делает валеные игрушечки. Очень интересные игрушечки. У нее будет пару новых идей. Ирина Милетина делает эко-принт на шарфиков. Очень красиво. Ольга Татаринова, она сокс-леди. Она вяжет носочки и красивые шали. Евгения Тихонова занимается сухим и мокрым валянием. Она делает и игрушки, и одежду. Влада Алфимова, она у нас дизайнер по украшениям в зале. И она принесет керамику. У Ларисы бижутерия для мужчин и женщин. Юлия Алба, она дизайнер. И она принесет пару лампок, перемешанные с платьями. Лена у нас делает кожаные изделия очень красивые. От бижутерии до шляпок. Светлана, она вяжет очень красивые вещи. И платье, и коврики, и все делает человек. У Любы текстильные игрушки. Их надо видеть, их не опишешь. Они что-то неземное. Людмила Поэтова тоже дизайнер-закройщик. Она делает очень красивые вещи, шьет. Ну, а себе я не могу ничего сказать, кроме сутажа. Потрясающего сутажа. Виктория делает из глины очень красивые украшения. У Светланы украшения. Это все надо видеть, это нельзя писать. Это, вот Юля принесет пару своих тортов. И это будет сюрпризом. И вот одна из моделек, самая молодая, которая в основном будет у всех. Потрясающе. Оленька нам помогает, она тоже будет у модели. И она нам поможет в декорациях тоже на показе. И она будет фотографом у нас. Талантливый фотограф. И, конечно, Сашенька у нас будет фотографом. Про себя ничего говорить не буду. Тоже хороший фотограф. Так что, вот мы все. Как тебе удалось собрать всех этих людей воедино? Как? Мне заняло это три месяца моих несонных ночей. И я каждому человеку полностью описывала и рассказывала, что они должны сделать, что принести, как это будет. Вот в это воскресенье, завтра буквально, будет вторая встреча уже, как будут проходить модели. Чтобы не было ни запинок, ничего, так как у нас тоже будет и телевидение, и фотографы. Чтобы все прошло именно идеально. Генеральный прогон, так сказать. Хорошо. Скажи, планируется что-то еще, кроме показа? Какая-то развлекательная программа или конкурсы? Ну, так как я организатор многих вечеров и новогодних, и всего, и кем я только не была. И Бобой, и Гой сама была. Вот, поэтому все знают, что каждый год я несколько вещей провожу, музыкальных, и все. На мне висит полностью программа музыкальная, и будут призы за наш счет, и не будет, наверное, конкурсы будут, конечно же. Так что будет очень хорошо. Мы все подготовили. Ну, конечно же, наверняка наших зрителей очень волнует вопрос, когда это будет происходить, где и можно ли еще купить билет. А билеты можно купить до вторника уже, потому что места ограничены, люди, я не знала, что будет такой действительно успех, людей очень много. И причем могут прийти ведь и с детьми, и со всеми, потому что программа будет для всех сделана. Не только что вот показ, вы сидите, смотрите, спите уже, а, это был показ, о, я вот на это пришел, человека посмотрели. Он будет так сделан, что будет полностью развлекательная, отдыхающая программа. Где можно найти информацию? Информацию мы распространили на фейсбуке полностью, она открыта для всех, кто хочет посмотреть. Еще про нас напечатали в газете «Въединение», там есть информация. Это будет 22 октября в ресторане «Рада» в 12 часов дня, так что мы вас ждем. Спасибо большое, Марина, за столь подробный рассказ и о сутажной технике, и о показе мод «Мастера Маргарита Мэйнсдор». Пожалуйста, на фейсбуке набирайте «Мастера Маргарита Мэйнсдор», и будет полностью вся информация о мероприятии. Спасибо большое, было очень приятно с тобой общаться в нашей студии сегодня. Не за что, тебе тоже спасибо. Продолжение следует...